Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Иван Канаев, компания «Балтика». Здравствуйте, Иван! Добрый день! Да, мы находимся в таком помещении, непонятно, где солнечный свет, где у нас вечер, день, абсолютно непонятно, но это говорит о том, что мы работаем, мы заняты делом. Скажите, пожалуйста, вы были модератором интересной сессии, которая проходила вот только что. Хочется чуть подробнее. Была действительно потрясающая дискуссия у нас, обсуждали мы операционную эффективность, но что мне понравилось в рамках этой дискуссии, мы затронули не только темы операционных вещей, но и немножко ушли в будущее, пообсуждали, что уберизация сейчас, наверное, это самый модный тренд, и действительно то время, когда все компании должны в равной степени экономить свои издержки для того, чтобы предлагать потребителям товар по адекватной цене, но и в том числе поговорить про людей, потому что без людей невозможно ничего делать, а люди, как вы знаете, сейчас находятся в некоторых стрессовых моментах, и вопрос, как хорошо было бы управлять командами сейчас, для того, чтобы команды были сфокусированы на результате, а не, собственно, предавались каким-то переживаниям и неуверенности, что ли, находились. Вы делились своими кейсами, которые уже внедрены у вас, либо вы говорили о том, что нужно сделать и что компания будет внедрять в какой-то промежутке времени? Хороший очень вопрос. Было и то, и то. Были кейсы, которые рассказала компания «Вкусвилл», компания «Детский мир», мы, как «Балтик», тоже сделали кейсы работы с поставщиками, которые как раз позволяют более планово с ними взаимодействовать, чтобы они могли иметь экономию денежных средств. Но мы пофантазировали. Наверное, самым главным открытием для многих – это был проект «Уберизация», который сейчас обсуждается, о том, что действительно сейчас в мире непредсказуемости пора уже поставщикам разных, которые раньше никогда не взаимодействовали, не знаю, там металлопрокат и пиво, например, соединяться, шарить в инфраструктуру логистическую, для того, чтобы быть более эффективным. Поэтому был микс здравый, очень хороший, который, мне кажется, был очень интересен на аудитории. Замечательно. Скажите, пожалуйста, тренд последних двух месяцев, это говорить про импортозамещение. И понятно, что мы с этим столкнулись, и порой даже немножко в лоб, порой не ожидая, что так произойдет. Насколько у вашей компании все хорошо с этим? Насколько вы вообще независимы, либо все же делаете какие-то шаги для того, чтобы все произошло наиболее гладко? Знаете, я, наверное, немножко сейчас похвастаюсь. Мы, компания, у которых стоит российская RP-система, и практически весь движок IT, он российский, ну, изучаем стандартных пакетов Microsoft Office, которые есть у всех. И мы уже много лет развиваем собственные агропродукты. Поэтому мы в большой степени локализованы. Те же части нашего сырья материалов, которые идут и за границей, они идут без каких-либо серьезных значимых сбоев. Поэтому наши потребители могут всегда наслаждаться прекрасным пивом, соблюдая нормы приличия потребления. Получается, поэтому вы веселы, с улыбкой. Как чувствовали себя ваши коллеги? Да, примерно точно так же. Поскольку здесь собрались профессионалы, а профессионалы быстро очень реагируют на изменения, и у них нет проблем по перестройке. Это просто вопрос времени, но люди здесь все профессиональны, поэтому у всех все будет хорошо. Слушая вас, сразу поднимается настроение, мы понимаем, что все у нас будет здорово, вы нас обеспечите вкусным, качественным пивом. И я думаю, что мы с этим точно проживем, и все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, может быть, ваши напустные слова всем игрокам рынка, может быть, кто-то еще не обратил на какой-то момент внимания, но вам уже он ясно виден. Лозунг такой очень хороший сегодня был. Привычные принципы не работают. Быстро адаптируйтесь, быстро меняйтесь, и тогда это время будет время ваших возможностей. Спасибо огромное. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok